Сегодня мы с вами начинаем серию уроков по программе Сикселя или программы университета Ибн Сауда, как еще ее называют. Эта серия книг в себя вмещает достаточно большое количество разных уровней и учебников. Мы начнем с вами брать с самого начала первый уровень и начинаем с книги Чтение письма, где мы закрепим наши навыки письма, чтения и также познакомимся с какими-то основными грамматическими моментами И узнаем достаточно много лексики. Поэтому этот курс будет полезен не только для тех, кто только выучил и научился писать и узнал буквы, но и для тех, кто, например, проходил какие-то другие курсы. Соответственно, какой-то лексический материал может быть другой немного. И грамматические моменты где-то совпадают, где-то нет. Поэтому всех приглашаю продолжить учить арабский язык вместе со мной. И, иншаллах, будут интересны и полезны уроки. В конце урока у вас будет домашнее задание, которое вы можете писать в комментариях. И по мере возможности я буду проверять, если они будут написаны вовремя. Все вопросы также буду ожидать под видео в комментариях. И перейдем к первому уроку, иншаллах. Постарайтесь произносить вслух те фразы, которые здесь есть, те слова, также все прописывать для того, чтобы это был хороший навык как устного произношения, так и письма. И, конечно, для того, чтобы заучивать, это очень полезно, иншаллах. Аль-Вахдату, то есть раздел, Аль-Уля, первый, первый раздел. Аль-Вахдату-Л-Уля. И у нас идет Аль-Маудуру-Л-Ау-Аль. Аль-Маудуру-Л-Ау-Аль. Первая тема. Первая тема называется Харфу-Бэ, то есть буква Бэ. Все эти слова, возможно, для вас новые. Все их записывайте, чтобы в дальнейшем вам были знакомы. Также практически в каждом уроке у нас есть такой раздел, как Аль-Кали-Ма-Туль-Джади-Ида. Аль-Кали-Ма-Туль-Джади-Ида. То есть новые слова. И пишутся обычно новые слова, которые в этом уроке может быть. Ну, конечно, возможно, для вас будет новым все из этого урока, так как это серия уроков, и, соответственно, какие-то уроки они предлагают первыми, какими-то после. И даже в курсе звук некоторые слова были уже в учебнике встречались. Мы уже подразумеваем, что курсы звуков вы прошли, как минимум. Если вдруг нет, тогда вы можете на моем YouTube-канале найти серию уроков звуков. И, иншалла, просмотреть, что займет у вас где-то около трех часов. И вы будете уже знакомы с буквами, потом закрепите. И сможете идти дальше, проходить данный курс. Итак, у нас есть обычно здесь задание, которое называется То есть прослушай и повтори. То есть вначале первое, да, первое задание такое. Сейчас я вам скажу те слова, которые встречаются новые. Обратим внимание на букву БА, как она пишется в разных положениях в слое. Вы обязательно их проговариваете, эти слова учите, прописываете, записываете себя и сравниваете запись с тем, что будете слышать. Можете несколько раз прослушать, да, когда уже сделаете, все закрепите. Сделайте запись своих проговоренных слов и фраз. И включайте, да, после того уже, чтобы посмотреть со стороны, насколько вы точно их произносите. Еще маленький нюанс перед тем, как начать произносить эти слова и разбирать. Это то, что в конце слов мы увидим иногда голосовки, которые я не всегда буду читать. Да, то есть иногда, как, например, я вам сказала, то есть последнюю голосовку, например, здесь не произнесла. То есть вообще-то в арабской речи подразумевается, что конечная голосовка не читается. Но с целью грамматических нюансов, чтобы показать грамматический смысл или какое-то положение этого слова в предложении, конечно же, эти голосовки могут быть произнесены, да, но именно с такой целью. Поэтому начнем. Начнем со слов. Первое слово это Бакрун. 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 То есть это имя, мужское имя. Мы видим первую букву в этом слове, буква Б. И как она пишется в начале слова. Бакрун. Оби-бун. Оби-бун. Оби-бун это доктор или врач. Здесь мы видим букву Б в середине, и после нее схожая с ним буква, это буква Фья. Долгая вышла у нас. Оби-бун. Да, камень немножко вот здесь, чтобы показать долготу. Оби-бун, врач. И следующее слово О-ли-бун. О-ли-бун. Это студент. И в этом слове мы видим, буква Б пришла в конце. Причем предыдущая буква, буква Лям, соединяется с ней. О-ли-бун. Да. О-ли-бун. Студент. Далее. Ки-та-бун. Ки-та-бун. Это книга. И здесь тоже Б пришла в конце, но мы видим, что она пишется отдельно. Почему? Потому что перед ней гордая буква Алиф, которая не соединяется с последующей буквой. А так как мы пишем справа налево, соответственно, после Алиф следующая буква – это Б. Итак, ки-та-бун – это книга. Ки-та-бун – это книга. И теперь разберем предложение. В конце урока я вам их всех зачитаю. Вы сможете повторить за мной и несколько раз потом переслушать, повторяя и отрабатывая произношение, письмо и так далее. Алиф – сегодня мы разбираем только первую часть этого урока, часть Алиф. Более внимательно посмотрим на данное предложение. И мы заметим, что у нас здесь, по сути, это предложение состоит из трех частей. Первое – это ИСМ, ИСМИ, потом Я и БАКХРОН – третья часть. Дословно ИСМ – это переводится как имя. Я – мы в арабском языке присоединяем это слитное местоимение Я. Я – как правило, это будет у вас означать «моё», «мой» и так далее. То есть принадлежащее мне что-то, да. Когда мы хотим сказать, что какой-то предмет или что-то принадлежит мне, то есть вам принадлежит, вы говорите, добавляя Я в конце. Есть там нюансы присоединения, про которые, иншалла, будем с вами говорить позже. То есть ИСМ – имя и моё. Моё имя – БАКХРОН, да, БАКХРОН, то есть меня зовут БАКХРОН. ИСМИ БАКХРОН. Соответственно, вы можете подставить здесь своё имя, любое, да. ИСМИ ХААКХУЙМА, ИСМИ ХАДИДЕ, ИСМИ АХМАД и так далее. То есть независимо от того, мужской это род, это женский будет одинаково. Поэтому вы уже сможете сказать своё имя, иншалла. Второе. МИГНАТИ ОБИИБУН. МИГНАТИ ОБИИБУН. МИГНА. Вот здесь я вам написала отдельно. МИГНА переводится как профессия. Соответственно, здесь нужно учитывать, что у нас есть слово МИГНА. Есть Я, которое мы уже видели в предыдущем предложении. И ОБИИБУН. ОБИИБУН – это ВРАЧ. То есть профессия моя – ВРАЧ. Ну, в русском языке мы говорим эти притягательные местоимения впереди. Поэтому моя профессия – ВРАЧ. То есть я по профессии ВРАЧ. Здесь важно, чтобы присоединилась Я. И само слово МИГНА, МИГНАТУН, да, имеет в конце слитное, вернее, ТАМАРБУТА, которое при присоединении чего-либо к концу, в частности, слитного местоимения, превращается в обычное ТАМАРБУН. МИГНАТИ ОБИИБУН. Моя профессия – ВРАЧ. Третье. АНА ОБИИБУН. АНА ОБИИБУН. ОБИИБУН. Я – студент. Я – студент. АНА ОБИИБУН. Или ОБИИБУН. Да, если будет просто в разговоре. АНА, как вы поняли, переводится как Я. Соответственно, вы даже можете сказать, например, АНА ХАДИДЖЯ. Я ХАДИДЖЯ. То есть будет схоже с предыдущим, вот, первым предложением. Или АНА ОБИИБУН. АНА ОБИИБУН. Я – врач. И можете переставлять много, делать много различных комбинаций с данными словами и другими. Следующее, последнее предложение в этом, в этой части урока. ФИ ХАКИБАТИ ОЛЯМУН ВАКИТАБУН. ФИ ХАКИБАТИ ОЛЯМУН ВАКИТАБУН. ФИ. Здесь уже предложение подольше, конечно. И мы видим ФИ. ФИ переводится как В. Внутри. Может быть, несмотря на какой контекст. Ну, обычно это В, внутри чего-то. ФИ. ХАКИБА. ХАКИБА. Загласовки вы, вот, можете посмотреть внизу, да. Так как здесь в загласовок написано ХАКИБАТАМАРГУТА. В конце тоже. При присоединении у нас, я присоединилась, поэтому превратилась в обычную ТАХАКИБАТИ. ХАКИБА. Сумка. И я в конце, моя сумка, да. То есть, В, моей сумке. ФИ. ХАКИБАТИ. В, моей сумке. ОЛЯМУН. Что? Ручка, да. Или карандаш, может быть. УАКИТАБУН. УАКИТАБУН. Здесь у нас тоже есть УАА, которая в данном случае переводится как И. И КИТАБ. Книга, да, уже говорили. То есть, у нас получается В, моей сумке, ручка и книга. Итак, мы с вами выучили много новых слов и предложений. И сможете сейчас делать с ними разные комбинации. Иншалла, это и будет ваше задание, да, написать как минимум. Пять новых фраз из данных слов. То есть, можно переставить их местами слова, например, да, там, или что-то сделать. Только используйте слова данного урока. Ну, можете, конечно, имена там поменять. Если кто-то знает какую-то еще профессию, то же добавим. Сейчас же я прочитаю эти фразы. Первую фразу буду читать с конечной огласовкой и с переводом. А потом, после паузы, просто с конечной огласовкой, пауза и без конечной огласовки, чтобы вы поняли, как это будет читаться. После каждой фразы я буду делать паузу для того, чтобы вы смогли повторить. В дальнейшем записали свою запись и также могли в эти паузы прослушать. Первое. Исми Бакрун. Меня зовут Бакр. Исми Бакрун. Исми Бакрун. Вторая фраза. МИХНАТИ ОБИИБУН. Моя профессия – врач. МИХНАТИ ОБИИБУН. МИХНАТИ ОБИИБУН. Третья фраза. АНА ОЛИБУН. Я студент. АНА ОБИИБУН. АНА ОБИИБУН. И четвертая фраза. ФИ ХАКИБАТИ ОЛЯМУН ВАКИТАБУН. В моей сумке ручка и книга. ФИ ХАКИБАТИ ОЛЯМУН ВАКИТАБУН. ФИ ХАКИБАТИ ОЛЯМУН ВАКИТАБУ. И так, я надеюсь, все повторили эти фразы. Можете их переслушать, повторить много-много-много раз. Пока вы, слушая уже на слух, без подсказки какой-то зрительной, уже будете воспринимать и понимать. То есть, можете после того, как следите, уже отводить взгляд, и чтобы вы понимали значение данных фраз, составить свои. И жду эти фразы в комментариях под уроком. Под уроком также прошу поддержать видео. И увидимся на следующем уроке. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Субтитры сделал DimaTorzok